Бокер Тов, доброе утро! Мы начинаем наш очередной урок, третий урок, понедельник, главе Торы Беаладха. Всевышний нам сказал, что мы должны отправиться в путь от Гары Синай 20-го числа, 2-го месяца, это второй год после исхода из страны египетской. И написано, был на третий день, пришли мы в одно место, и начал народ как бы роптать на Всевышнего, и вышел огонь от Бога, и сжег Крайстана, и заплакали сан-Израиле. И требуем мяса, требуем пищи. Мы ведь в Египте ели огурцы, и дыни, и рыбу, даром. Кто накормит нас мясом? Что это такое? У нас есть ман. У нас есть огромное количество животных, которые вывели из Египта. Ключевое слово, даром. Мы говорим, это наши животные, чего это мы должны... И они нам пригодятся в стране, куда мы идем, в страну Кнаан. А здесь мы требуем даром. Но заметьте, что мы не голодные. Ман есть. И пишется, что это прекрасная была еда. И он был похож на семя кориандра, на вид нежного хрусталя, на вид, как медовый, на вкус, как медовый пирог. В общем, собирали его в свои израиле, ели, и в жировах его толкни, в общем, в ступах. Наши мудрецы говорят, те, кто хотел выполнять заповеди, являлся праведником, и получал удовольствие от мана. Он рядом с шатром выпадал. Можно его есть было и не варить. Он был прекрасный. Какую пищу ты захотел, в такую он превращался. Во рту ты сказал, что это жареная курица, жареная курица. Хотел мороженое, будет мороженое. Что бы ни захотелось, все будет. А люди, которые не хотели выполнять, не верили во Всевышнего. Приходилось далеко собирать от шатра, и толочь ступы, и варить. И не было такого удовольствия этого мана. Действительно требовали. Но у нас есть деньги. Всевышний нас вывел. Мы опустошили Египет. У нас есть средства, что если мне не хочется свой скот рвать, покупай. Рядом живут другие народы, покупай у них. Нет, нам надо даром. И мы понимаем, что наглостью, роботом ничего не получилось. Всевышний сжог Крайстана, так мы начали плакать. Всевышний говорит, будете есть мясо. Ни день, ни два, ни пять, ни десять, ни двадцать, а целый месяц, пока с ноздрей не повылазить. После этого был мор. Наши мудрецы говорят, что сразу же, как только начали есть, собрали этих перепелов, которые налетели. Каждый собрал по десять хомеров. Много очень. То есть могли есть. А другие говорят, нет, раз написано месяц, ели месяц. И написано, похоронили народ прихотливый, назвали это место Кеврод-Гаатава. Такое страшное событие. Раша говорит, что когда Всевышний сжег Крайстана, то сброд погиб. Это те люди, которые вышли с нами из Египта, начисли от племенников, которые к нам присоединились. А царь Давид в семьдесят восьмом псалме нам говорит, что в лучших в Израиле поверх, после этих событий Тавира, нас же приватильевским родом Атаму, и после этого мы действительно не находим имена вождей в Торе. В последний раз они названы, сделаны веби Алладха, даже Накшон Сына Минадава. Никто из этих вождей не упоминается. Ни Авидан Сингедани, никто, ни Хезерес Сына Мишадая, никого. И мы уже знаем, что через семь дней в разведку идут новые вожди. На сегодня наш урок заканчивается. рог был дал за поднятие души моего папы Яков бен Нахум, моего дядю Владимир бен Григорий, моего брата Павел бен Ефим, Хая Малка Абат Йосиф, Мир Абат Аврагам, Роза бен Михаэль, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, за здоровье Светлана бен Клара, Борис бен Мария, Анна бен Ривка, Полина Перв бен Соня Сура, Лена бен Клара, Женя бен Ида, Анна бен Елена, Евгений бен Софья, Двойра бот Мириам, Моисей бен Ева, Ирина бот Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бот Маэль, Евгений бен Берта, Евгений бот Ита, Фира бот Анна, Геннадий бен Елена, Леор бен Клара, Юлия бот Белла, Мазл Парансас Гула, Ирина бот Ури, Арон бен Ури, Загросший дух, Арон Ирия бен Двойра, Днис бен Ахум, Авигаль бот Сара. Всем все самое на лучшего, подписывайте на мой канал, ставьте лайки, до следующей встречи.